Ага. Так, хорошо. Значит, листочек и бумажку взяли. Практика будет. Я сейчас дам инструкцию, а потом выключу видео, потому что здесь очень важно погрузиться в себя, вовнутрь себя, чтобы не было отвлекалок. Я думаю, что видео, наверное, надо будет отключить. Я у себя отключу видео, потому что я и пространство, и поле буду создавать, поле безопасности, где чтобы у каждого из вас произошли самые лучшие результаты. Поэтому я выключу видео и просто буду говорить голосом. Хорошо? Ага. Так, а вы можете включенное видео оставить. Ничего страшного. Так, хорошо. Давайте мы сейчас немножко синхронизируемся. Вдох-выдох. И постарайтесь сесть так, чтобы позвоночник был прямой и ступни прижаты к полу. И знаете, чтобы... Облокотитесь вот к спинке стула, кресла, либо на диванчик, где вы сидите, чтобы было комфортно телу. Сделайте глубокий вдох и выдох. Постарайтесь, чтобы выдох был длиннее, чем вдох. И на выдохе отпускаем все мысли, все ожидания, все знания, все свои желания, как бы завязывая на воздушный шарик. Так. Приходит мысль, вы так завяжите на воздушный шарик и отпустите. И через дыхание мы отпускаем все напряжение в нашем теле. Глубокий вдох и выдох. Отлично. И сейчас представьте, как вот свое внимание в центре головы. Вот нащупайте в центре, внутри своей головы центр. И представьте просто в своем воображении, как вы заходите в белый лифт и спускаетесь в область сердца. Спокойно, медленно спускаемся в область сердца. И чувствую состояние безмятежности, спокойствия, тотальной безопасности. Сердце – это вечный храм, это вечный дом, где вас всегда любят и ждут. И сейчас произнесите фразу. Я знаю, как дышит мое вечное сердце сквозь все воплощения. Произнеся эту фразу, это кодовые слова. Вы сонастраивайтесь с дыханием вашего вечного сердца, вечного атома, вечного света. И сонастраиваемся с дыханием нашего вечного сердца. Я знаю, как дышит мое вечное сердце сквозь все воплощения. И дыхание становится еще более глубоким, еще более длинным. Если есть какие-то напряжения в теле, просто своим вниманием направляем свое дыхание в эту область и теплом раз создаем это напряжение. Я знаю, как дышит мое вечное сердце. Отлично. И представьте, что мы прямо сейчас оттуда, из пространства сердца, переходим в красивое пространство, где теплый белый песок и голубой лазурный океан. Почувствуйте ступнями, представьте, что вы босыми ступнями там стоите, как тепло этого песка проникает сквозь каждую клеточку вашего тела, сквозь ступни и напитывает теплом каждую клеточку вашего тела. Прям пропускайте это тепло вверх. Аромат теплого бриза вокруг, теплый песок, который напитывает и наполняет, и еще больше расслабляет наше тело. И прямо сейчас почувствуйте, как теплый ветерок окутывает вас, как теплая мягкая вуаль. Прям почувствуйте этот ветерок, как теплый плед окутывает вас. И просто представьте в своем воображении, что каждая пора, весь волосяной покруг, каждая пора нашего тела, на этих местах открываются носики, миллиарды носиков на нашем теле. И вдыхайте в себя этот теплый бриз океана, теплый ветер. Вдыхайте и выдыхайте из себя все, что больше не служит, все напряжения, все, что больше не служит в вашем красивом эволюционном пути развития. Почувствуйте, как границы тела стираются, и вокруг тела прям множество-множество носиков. И можно внутренним воображением просканировать, если в какой-то части тела как бы забитые носики, прям продуваем этим ветром, теплым ветром. Запустить процессы восстановления физического и всех тонких тел. Прямо сейчас восстанавливается ваше эфирное тело. Эфирное тело – это следующее после физического тела. Оно прям по контуру нашего тела проходит. И посмотрите своим внутренним взором, если в какой-то части тела есть какие-то разрывы, прям линию, отследите линию, или какие-то сгустки. И просто своим вниманием, как бы, исправляем наше эфирное тело. Чтобы было ровненько, гладенько. Отлично. И давайте представьте, что мы прямо там встаем все в круг. Просто в своем воображении. И в центр круга направляем из сердца красивый луч любви и благодарности. И наши с вами лучи встречаются, формируют красивый энергетический шар, который поднимается и растет над нами. Поднимается, поднимается и накрывает наш купол, наш круг куполом любви и благодарности. Накрывает. Отлично. Я приглашаю сейчас всех световых кураторов и наставников, всех, кто ответственен за этот процесс. И прошу произвести процесс исцеления судьбы верно. Спускаю закон свободы воли, ставлю запрет на воздействие. И все внедрения, которые сейчас будут оказаны, они автоматически рикошетом отправляются. К своим разработчикам. Я благодарю за помощь, за поддержку всех световых кураторов и наставников. Отлично. И таким образом создалось пространство безопасности, в котором мы можем спокойно пойти в нашу практику. Можно остаться там и открыть глазки. То есть часть наша осталась там, мы открываем глазки. Отлично. И давайте прямо сейчас в первую очередь необходимо пойти в свою честность, потому что чем честнее вы будете с собой, тем эффективнее для вас будет действовать эта практика. Можно открыть глазки и прямо сейчас задайте себе вопрос. Как ты думаешь, какие у тебя есть суждения о себе, которые мешают тебе жить? Как негативно и честно ты можешь думать о себе? Да? Ну, как, например, я категоричная, я слабая, я медлительная, я малознающая, я ленивая и так далее. Как негативно и честно ты можешь думать о себе? Какое именно суждение о себе мешает тебе жить? Первое, что пришло. Там я к себе очень требовательная, ленивая, малознающая. Да, у каждого свое выйдет. Запишите себе на листочке. И сейчас следующий будет вопрос. Как ты думаешь, если эти суждения стали твоей тяжелой границей внутри, от какой себя эта граница отгородила? Ну, например, если я думаю, что я ленивая, то такая граница меня отгородила от меня той, которая легко все успевает и делает. Каждый пишите свое. От какой тяжелой границы внутри ты себя отгородила? То есть противоположное качество. И сейчас почувствуйте свое тело, можно закрытыми глазами, и положите руку на это место в теле, где эта граница будто бы располагается правой рукой. Прям дайте своей правой руке, позвольте, и она прям сама сейчас найдет это место, где находится в теле эта граница. Какое ощущение она вызывает в теле? На какой образ или предмет эта граница похожа? Просто в своем воображении. На какой образ или предмет эта граница похожа? Пусть бессознательная покажет, что это за предмет, который разделяет тебя ленивую от легкой и продуктивной. Да, и у каждого своя характеристика. Там слабая, а сильная. Есть некая граница, которая вас разделяет. Вас ленивую на вас там спокойную и продуктивную. Или там я напряженная, или спокойная и легкая. Есть такая некая граница. Рассмотрите эту границу. На что она похожа? На какой предмет? Это может быть щит или заслонка какая-то? Толщина? Длина? Просто фокусируем внимание и определяем. Даем цвет ей. Посмотрите, сколько ей лет. Какой запах. Из какого материала. А теперь посмотрите. Вот вы видите эту границу. А вы ощущаете себя больше, с какой стороны этой границы? Ближе к вам или подальше от вас? И теперь, когда вы ощутили, с какой стороны вы находитесь, опишите себя словами ту, которая на противоположной стороне от вас. Я здесь какая? Там может быть легкая, жизнерадостная, творящая, спокойная, восстанавливающая. Там деньги ко мне приходят легко. Как ты там думаешь о людях? Просто посмотри вокруг людей, как ты о них думаешь. Что ты думаешь о себе, о жизни? Как к тебе там относятся люди? А как ты к себе относишься? Просто фиксируем. И представьте сейчас, что эта граница становится проницаемой и стеклянной. И вы видите, что с другой стороны границы есть больше простора жизни. Посмотрите, что вы от себя отсекли. Какую жизнь отсекли от себя? Какие свои качества вы отсекли от себя? Прям пропишите, пожалуйста, прилагатель. Какую свою силу вы отсекли от себя там? Какое своё лучшее поведение вы отсекли от себя там неосознанно когда-то? На какой образ похожа та, которую вы отсекли, отделили? Она как что? А на какой образ это похоже? Вы всё видите. Человек не может фантазировать то, чего в нём нет. И сейчас осознайте, что именно та часть обладает тем, что вам не хватает. Там есть всё, что тебе надо здесь. Если, например, вам не хватает уверенности, то там её сполна. Если не хватает свободы, то там её сполна. Если не хватает спокойствия, смотри, там всё есть. Всё, что тебе не хватает здесь. Посмотри, пожалуйста, какие там находятся возможности твои. Если бы ты уже была как там, что бы ты уже сделала? Опишите всё. Всё, что вас так долго искала. Какие ваши ресурсы там? И после того, как ты осознала, какие там твои возможности и ресурсы, произнеси слова. Повторяй за мной. Это кодовые фразы, поэтому повторяйте. И это я сама из навязанных мне представлений назвала это плохим или хорошим. На самом деле там есть то, что мне нужно и то, что мне будет полезно. То, что принесёт мне новые возможности и новые ощущения и больше целостности. Мне необходимо то, что лежит по ту сторону границы. Я, фамилия, имя, отчество произносим, разрешаю вернуть всю жизнь себе целиком. А теперь приведите себе несколько фактов. Убедите, что вам это реально нужно. Прям вот расскажите, для чего вам это нужно. Ещё больше фактов приведите себе. Мне это нужно для того, чтобы я комфортно проживала, для того, чтобы я познавала эту планету, чтобы путешествовала у каждого свои. для чего вы хотите получить эти ресурсы. И теперь осознайте. Осознайте так, что же удерживает эти границы до сих пор. Какой ваш страх? Страх перемен? Страх нового? Страх, что отвернутся близкие? Что мешает? Какая граница? Ваша невнимательность к себе? Ваша подстройка под других? Что продолжает удерживать эту границу? Честно отвечайте себе. И посмотрите поверх этой границы, прям увидьте эту границу. И сверху как будто проступают буквы. Именно то написано слово, что вы услышали внутри себя, как ответ, который держит эту границу. Да, если там страх, зависимость или что там. Прямо увидьте над этой границей, как сейчас прописываются эти слова. Над границей увидьте это слово. И из этого слова формируется образ, что вы написали в виде предмета или фигурки. Кирпич, может быть, или ещё что-то. Оно сильное, потому как сдерживало вас. Может, оно большое. Посмотрите и скажите ему. Хватит меня пугать. Смотрите на это слово, на этот предмет. Хватит меня пугать. Я создала тебя, когда я была маленькой, когда зависела от других. А сейчас стань того маленького роста, которым тебе потребно стать в моём возрасте. Да, потому что это ограничение сформировано в детстве. Когда я уже взрослая, я имею своё мнение, свои решения. Я сама решаю свою судьбу. И я имею на это право. И проследите, как эта фигура слова, удерживающая вашу границу, прогрессивно уменьшается или исчезает. Разрешите, позвольте ей развоплотиться и полностью уйти в её свободу. Отпустите её. Если эта фигура полностью не исчезает, поблагодарите искренне за присутствие её в вашей судьбе, что когда-то она помогла вам сформировать определённую мораль и защиту, так как всё образуется внутри с позитивным намерением, но прошло время её пользы. Произнесите. Я искренне благодарю тебя за присутствие в моей судьбе. И сейчас нет необходимости. Я тебя отпускаю. Просто в своём воображении увидите, как это растворяется, рассыпается, переплавляется. Как вам удобно. Просто в своём воображении. Поблагодарите эту фигуру, позвольте ей перестать быть и развоплотиться. Скажите, я больше не нуждаюсь в тебе. И я готова принять отсечённую, сильную свою часть. Я готова снять внутренние преграды и препятствия. Если вы, конечно, на самом деле готовы. Если вы хотите достичь своей цели, тогда скажите, готова. Если вы на самом деле готовы, как в фантастическом фильме от прикосновения вашей мысли и намерения, эта граница трещит и рушится, и исчезает любым удобным для вас способом. Посмотрите, каким способом ваша граница исчезает. Она может раствориться, разбиться, рассоздаться, расплавиться. И дальше произносим коды слова. Я, фамилия, имя, отчество. Взрослая. И я готова принять ту часть своей сильной личности и ощутить ту свободу, которая дает отсутствие внутренних границ. Я готова принять тот факт, что нет хорошего и плохого, нет зла и добра. Это были всего лишь оценочные суждения, причем не мои, а других, которые отсекли большую часть моей личности, моей энергии, моих способностей и моих возможностей. И наблюдайте сейчас, как будто бы две части вас смешиваются, как будто бы красками разными смешиваются. они могут начинать проникать друг к другу, как энергии, сливаются одна часть ваша и отсеченная, которые находились по обе стороны границы. Смешиваются, соединяются то, что было по обе стороны, сейчас образует единое целое. Сливайте две энергии себя, отсеченные вами когда-то. все пространство стекается с друг другом. Насладитесь этим процессом. В этот момент вливается новая сила и у кого-то может быть страх. Просто наблюдайте за этим, позволяйте этому происходить. И если возникает страх, просто благодарите и разрешите ему улететь. можно произнести «Я мудрая, я принимаю то, что приходит, тем более, что это мое». И ощущайте, как ваша нервная система начинает распознавать то, что вам действительно важно и нужно, а что нет, что твое, а что не твое. Сейчас у тебя радар, который дает тебе ощущать, что твое, а что не твое. Тренируйте свою защитную систему на спокойное принятие восприятия себя другого, того, кто был отвергнут. У вас общая пуповина, у вас общая кровь, общие органы, только всего лишь был выстроен с горячки заборчик. Наблюдайте за тем, что происходит. Помогайте себе дыханием и на вдохе вы еще больше соединяете эти качества и эти энергии, которые раньше были разделены. Любой комфортный для вас образ соединения подходит. Соединяйте внутри себя две разделенные части вас. У кого-то может возникнуть дрожь, сердцебиение или открывающее дыхание. Спокойно помогаем себе через дыхание. Почувствуйте, как появляется чувство свободной энергии, свободной реки. И когда это свершится, когда вы это ощутите, еще несколько раз глубоко вдохните. Положите правую руку на то место, где у вас была большая часть, которую вы призвали, а левую на отвергнутую часть. Представьте, где она была. Просто одну руку правую там, где большая часть вас была, да? И левую там, где вы отсекли себя. Прямо сейчас почувствуйте свою правую и левую руку. Там, где вы положили руку на признаваемую часть, ладонь будет лучше ощущаться. И сейчас скользящими движениями сводите руки вместе, пока не соедините ладошки. Прямо медленными скользящими движениями соединяйте две ладошки. Будет ощущение типа какой-то шутки, это нормально. задержите ощущение соединения ладоней. И еще раз правую на признаваемую часть, левую на непризнаваемую часть, отвергаемую. Соединили. И еще раз повторите сменив положение рук. скользящими движениями убыстряем и соединяем ладони. Соединяем ладони. И после этого положите обе ладони на область груди. Осознавайте, как себя чувствуют ваши ладони, соединенные на области груди. Как вы себя целиком при этом чувствуете? Зафиксируйте свое чувство внутренней свободы. И еще два-три раза глубоко вдохните и выдохните. И потом отпустите руки на колени. Я благодарю свою силу произнесите эти фразы. Я благодарю свою силу и всем тем, кто помог мне провести процесс исцеления моей жизни. И можно потихонечку открыть глазки. Как вы себя чувствуете и что ценного вы осознали? Отлично! прям почувствуйте как вы себя чувствуете и что ценного вы осознали. И сейчас какие три действия какие три новых шага вы станете делать в своей жизни? Какие три новых шага? запишите себе три новых шага? шага? Отлично! И можно потихонечку возвращаться. возвращаться. шага? Отлично!